Вы смотрите «Утро» на 24КЗ, а мы продолжим говорить о президентских выборах в США. Несмотря на лидерство Дональда Трампа, наблюдатели не спешат отдавать ему досрочную победу. И все же, насколько сильно изменится жизнь почти 335 миллионов американцев, вопрос открытый. Об этом я предлагаю поговорить с политологом Замиром Ануаровичем. Замиром Ануарович, здравствуйте, как слышно? Здравствуйте, слышно? Все замечательно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кардинально ли изменится текущий политический курс демократов в случае победы Харрис? И чего ждать от республиканцев, если к победе придет Трамп? Ну, смотрите, все зависит от того, что мы оцениваем, внешнюю политику или внутреннюю политику. Поэтому здесь, конечно же, будут совершенно разные, скажем, влияния этих результатов выборов. Если говорить о внутренней политике, то, конечно же, многие связывают с Харрис, изменениями, как раз в плане поддержки бедных слоев населения. И больше такой акцент делается на гендерное равенство. Это действительно серьезная проблема для Америки, потому что, скажем, по материальным доходам женщины все-таки меньше зарабатывают. И, причем, интересный такой момент есть, то, что среди ВСК Плачимов в профессии там разрыв гораздо сильнее. То есть вот этот аспект, скажем, он будет проявляться очень сильно в период президентства Харриса. И, насколько я понимаю, то, что сейчас самую активную поддержку как раз и оказывают женщины, и, скажем, латиноамериканцы, и афроамериканцы, и бедные свои населения. Если говорить о Трампе, то есть если оценивать внутреннюю политику и, прежде всего, экономику, то там ситуация намного сложнее будет, потому что сейчас американская экономика находится достаточно не в самом лучшем состоянии и переходит достаточно в такой судьбоносный момент. Потому что, скажем, если брать оценки по ФРС, то у них сейчас заканчивается цикл повышения процентных ставок и начинается цикл снижения процентных ставок. Это очень ответственный период, который подразумевает мягкую посадку экономики. И на этом этапе очень важно не вмешиваться в финансово-денежную и кредитную политику финансового регулятора. Но как раз вот Дональд Трамп – это человек, который в свое время оказывал очень сильное давление на ФРС. И очевидное вмешательство может иметь очень серьезные последствия для американской экономики. Также хочу сказать, что все-таки с приходом Дональд Трампа многие связывают рост деловой активности и, скажем, выгоду бенефициарам такой политики могут оказаться корпоративные бизнесы, то есть это крупные компании. Но это касается внутренней политики. Если говорить о внешней политике, то здесь ситуация будет выглядеть примерно таким образом, что прихарество, внешняя политика США сохранится. Суть ее будет состоять в том, чтобы поддерживать лидерство Америки в глобальной политике и контролировать те ситуации, которые происходят сегодня в мире. Но суть самая главная – это в том, чтобы поддерживать доверие, или, скажем, остатки того доверия, которые когда-то были, и который, в принципе, вот этот кризис доверия, он не привел к росту турбулентности, геополитической турбулентности в мире. Но ситуация с Трампом здесь будет намного противоречивая, потому что Трамп уже изначально говорит о том, что будет продолжать ту торговую войну, которую в свое время проводил с Китаем. То есть это такая линия не сотрудничества, скорее всего, а обострения. Но самое худшее ожидание, которое связывается с Трампом, это так называемое трансатлантическое партнерство, потому что уже сейчас говорят о том, что его политика будет сильно влиять на взаимоотношения США с Европой. Но в общем и целом можно сказать, что основные, скажем, партнеры США, они уже приготовились к этим рискам, и если оценивать по Европе, то там уже обсуждают такие моменты в сфере безопасности, как создание регионального НАТО или применение мер в отношении экономики в части ее поддержки. Кстати говоря, с Китаем тоже такая же ситуация, то есть там тоже уже готовятся не к самому лучшему исходу в случае победы Трампа, и китайские власти тоже в течение этого последнего месяца, они тоже принимали меры, направленные на поддержку собственной экономики. Поэтому, конечно же, Трамп, он не ведет очень большие вызовы, и эти вызовы, в принципе, могут сгенерировать, в какие моменты это, прежде всего, спровоцировать риски глобальной торговли, потому что все-таки Трамп это сторонник протекционистских мер, США являются одним из крупных торговых держав, и второй такой побочный момент, это может иметь риски в продовольственной безопасности, потому что всегда, когда ограничивается торговля или проводятся какие-то, скажем, меры поддерживания торговли либо проведения политики протекционизма, это очень часто бьет по продовольственным рынкам и за собой влечет, скажем, цены на продукты питания. Скажите, пожалуйста, да, вот еще один вопрос, мы уже поговорили об экономике, внешнеполитическом курсе, да, о торговых войнах США и Китая, и вот последний вопрос касаемо миграционного кризиса в США, это самая острая, насущная проблема сейчас в Штатах, как правительство нового президента отразится в решении этой проблемы, и может ли это повлиять на выдачу виз иностранцам, и может быть даже в том числе нам, казахстанцам, да? Да, это, в общем, один из таких ключевых пунктов заявления Трампа. Проблема действительно, миграционная проблема, она очень сложная в Америке, но надо понимать, что миграция это нормальное явление для большой экономики, для многих стран. Проблема идет только о нелегальной миграции, то есть его потоков со стороны мексиканской границы. Ну а, скажем, те меры, которые предпринимает Трамп, я думаю, что они не совсем будут эффективны, то есть это в основном заградительные меры, но надо учитывать то, что есть такие аспекты, как демографический потенциал, и он очень часто компенсируется за счет как раз притоков мигрантов или притоков рабочей силы, в основном это молодые люди, это те люди, которые работают в экономике и способствуют ее росту. Поэтому, знаете, вот решать, скажем, вот эту проблему односторонне, как, скажем, и достаточно такими жесткими заградительными мерами, это очень контрпродуктивно. Обычно это предполагается, скажем, такая политика, она предполагает комплекс мер, суть которых состоит в том, чтобы снизить нелегальную миграцию, то есть ее влияние на экономику, и в то же время усилить как раз легальную миграцию. Тем более, что давайте исходить из того, что американская экономика, это очень инновационная экономика, то есть там очень много инновационных компаний, очень часто эти компании привлекают зарубежную силу, имеется в виду приток умов или интеллектуальную рабочую силу. И поэтому она очень сильно зависит от, скажем, миграционных потоков или от эффективной миграционной политики государства. Поэтому сейчас ситуация выглядит таким образом, что понятно для всех, что с этой миграционной политикой что-то надо делать, но все-таки здесь необходим достаточно взвешенный и продуманный подход, который действительно должен включать комплекс мер для того, чтобы как раз усилить эффект для экономики от миграции. А то, что говорится по поводу того, что ограничение в визах, да, то есть такой риск может быть, и он, скорее всего, наиболее вероятен. Это касается тех стран, которые сейчас хотят получить какие-то льготы либо преференции в визовом режиме США. Скорее всего, приход Трампа, возможно, заморозит подобного рода переговоры, и, скорее всего, будут, скажем, вот эти переговоры отложены до следующих президентских выборов в США. Что ж, надеюсь, таких негативных последствий у нас не будет. Я напомню, с нами был политолог Замир Каражанов. Спасибо. Ну, а мы продолжим. К слову, наряду с выборами президента в США голосовали за новый состав Конгресса. В Штатах, так называется, парламент. Американский законодательный орган состоит из Нижней Палаты представителей и Верхней Сената. Его в настоящее время контролируют демократы с минимальным перевесом в 51 место против 49 у республиканцев. Сенат США имеет полномочия по утверждению высших судей международных договоров, импичмента, президента и других чиновников, а также на создание законодательных комиссий. В каждом штате по два сенатора, среди них действующий вице-президент Камала Харрис, которая возглавляет Верхнюю Палату Американского парламента от Калифорнии. В рамках своей политической должности она не имеет в Сенате права голоса, за исключением тех случаев, когда они делятся поровну. А в Палате представителей большинство принадлежит республиканцам, 220 против 212 управящей партии. Основной функцией представителей Нижней Палаты является принятие федеральных законов. От исхода битвы во многом будет зависеть, какую политику сможет проводить новый глава Белого дома. Хотя он ее и формирует, у законодателей есть все полномочия контролировать государственную казну. Поэтому они могут влиять на позиции Белого дома, включая такие важные вопросы, как здравоохранение, экономическая политика, борьба с изменением климата и иммиграционная реформа. На кону стоят 33 места из 100 в Сенате и все 435 мест в Палате представителей. У меня к данному часу все. Лунара, вам слово. Сандуар, спасибо за прекрасный обзор. Все подробно. Спасибо за включение и за информацию от наших коллег-экспертов. Сегодня мы уже, надеемся, узнаем, кто возглавит Соединенные Штаты и войдет в Белый дом. Надеюсь, это не так сильно отразится на нашей стране. Благодарим за обзор. Это была наша коллега, международный обзыватель Сандуарш Байгуаныш. А мы продолжим. Сандуарш Байгуаныш. Сандуарш Байгуаныш. Сандуарш Байгуаныш.